Сегодня в нашей программе. Эффективность на контроле. Газ для нашей страны это импортируемый вид топлива, он в любом случае не дешевый. Энергия на собственных ресурсах. У нас стоит задача максимально увеличить объем использования местных видов топлива для отопления централизованного. Экономия выгодна всем. Рационально использовать, конечно, газовое отопление, либо электроотопление возможно. В этом году отопительный сезон стартовал намного раньше привычных сроков. Свои коррективы внесла погода. Тем не менее, за все надо платить. Как известно, теплоснабжение – самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг. Более 30% от суммы жировки зимой составляет отопление и подогрев воды. Эта весомая статья расходов большую нагрузку на себя берет государство. Этот вопрос становится наиболее актуальным на фоне постоянно растущих мировых цен на энергоносители и природный газ. Газ для нашей страны – это импортируемый вид топлива. Он в любом случае не дешевый. Поэтому существуют и республиканские меры по ограничению и рациональному использованию. Таким образом устанавливаются нормы использования природного газа. Согласовывается с департаментом по энергоэффективности, что в свое время стимулирует потребителей, крупных потребителей не брать лишнего, экономно используется. Гомельская область – одна из лидеров по протяженности газовых сетей и уровню потребления в Беларуси. Сегодня это почти около 10 тысяч километров газопроводов. Примерное расстояние от Гомеля до Владивостока. Голубое топливо поступает в большие и малые населенные пункты региона. Это 620 тысяч квартир, тысяча предприятий и промышленных производств. С каждым годом растет и число потребителей. Поэтому одной из приоритетных задач национальной экономики является рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов. Правительству определены нормативы, по которым все предприятия должны иметь нормы расхода природного газа на единицу выпускаемой продукции, нормы расхода газа на единицу вырабатываемых гигакалорий тепловой энергии, определены порядок их согласования, разработки, контроля за их соблюдением. Ну и не без того определены штрафные санкции. Так, в Кодексе инерсивных правонарушений, статья 20.1, определены штрафные санкции за нерациональное использование природных ресурсов или даже за использование их без установленных норм и лимитов. В нашей стране реализуется государственная программа энергосбережения, в которой предусмотрен целый комплекс мероприятий. Среди них максимальное вовлечение в энергобаланс страны, возобновляемых источников энергии. Торфом, дровами, пилетами все чаще отапливают жилые дома, детские сады и поликлиники, а иногда и предприятия. В таком случае себестоимость производства тепловой энергии на 10-20% ниже, чем на теплоисточниках, использующих импортируемые виды топлива. В этом убедились и коммунальники Гомельского района, где постоянно изыскивают резервы экономии. В настоящий момент находимся на котельной в рабочем поселке Большевик. Котельная является комбинированной. Здесь установлены котельные оборудования, то есть котлы. На местных видах топлива – это производство коммунальных. И Брестский котел на газу. Все время работает котел на твердом топливе. Пока сбоевого не было. Газовое оборудование находится только в резерве. Поэтому можно сказать, что она практически на местных видах топлива. Всего таких котельных комбинированных 27. Из них отметить можно самую мощную. Это в Зябровке, где мы были в прошлом году. В этом году на ней также произошла реконструкция. Можно сказать, оптимизация схемы теплоснабжения. С котельной прибытки полностью вся нагрузка была переброшена на эту котельную, чтобы позволить сократить потребление электроэнергии, топлива. Современная котельная в Зябровке построена в 2016 году за счет средств займа Всемирного банка по инвестиционному проекту использования древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. Сегодня в общей сложности теплоисточник заменил уже три старые котельные, которые морально устарели, и теперь обеспечивает теплом и горячей водой два населенных пункта. У нас стоит задача максимально увеличить объем использования местных видов топлива для отопления централизованного. Значит, для этих целей мы по Гомельскому району разрабатываем документацию по двум проектам. Это у нас будет котельная в Березках, и в том числе в Большевике здесь отопление централизованное от газовой котельной. В перспективе просматривается возможность реализации данного проекта за счет займа Всемирного банка, поэтому проектная документация находится на завершающей стадии для того, чтобы можно было в дальнейшем ее реализовать. И это нам позволит, скажем так, уйти от газа и использовать в Большевике и в Березках это достаточно мощные котельные местные виды топлива. Всего на балансе Гомельского райжилкомхоза 54 котельных. Из них практически большая часть работает на местном сырье. На очереди серьезная модернизация котельной 1970 года постройки, которая находится в рабочем поселке Большевик и обеспечивает теплом многоквартирный жилой фонд. По данному котельной сейчас разрабатывается проект по ее переводу на местные виды топлива за счет займа Всемирного банка. На этом же месте рядом будет построено новое здание, новая площадка, новая котельная полностью, и будет обеспечена только местными видами топлива. В настоящее время наш поселок обеспечивается горячей водой только в зимнее время и по температурному графику. После реализации проекта будет подаваться круглогодично. Все отопление на данных новых объектах будет подаваться индивидуальное, то есть автономное, как на жилом фонде, так и на других. Или по квартирное, или по домовое, или индивидуально встроенное, пристроенное котельное, работающее на разных видах топлива. К слову сказать, современный энергоисточник планируется построить на территории завода с одноименным названием «Большевик», который занимается выпуском оборудования для торфодобывающих предприятий. Среди заказчиков и единственный в Гомельской области жидковический торфабрикетный завод, который недавно посетил министр энергетики Виктор Каранкевич. Здесь добывают местное сырье для топлива, которое востребовано как в стране, так и за рубежом. Важным направлением является наращивание использования торфяной продукции. Вместе с тем новые перспективы появляются и у рабочего поселка «Большевик», где проживает около 3000 человек. Населенный пункт отстраивается, справляет новоселье. Год назад здесь торжественно ввели в эксплуатацию уникальный 60-квартирный дом, которому не пришлось прокладывать теплотрассу и газопровод. Такие возможности появились с вводом Белорусской АЭС. Данный жилой дом в прошлом году ввели, энергоэффективный. Он, скажем так, эксклюзивный на Республику Беларусь в части того, что это первый в Республике Беларусь жилой дом с электрокотельной, находящейся в подвале этого жилого дома. Но здесь плюсов, скажем так, достаточно много, в том числе отсутствие потерь по передаче тепла в квартире, круглогодичное присутствие тепловой энергии в квартирах, я имею в виду для горячего водоснабжения. Данная котельная полностью автоматизирована. Установлены электрические котлы общей мощностью 50-250 кВт. Это в зимнее время работает 2 по 100 кВт и 1,50 в летний период. В летний период вода подается без перерыва, так как котельная позволяет ее обслуживать с переключением на другие котлы. Поэтому жильцы здесь, можно сказать, комфортнее себя чувствуют. Вода практически никогда. Жалоб с этого по теплоснабжению дома не бывает. Семья Хлебоказовых арендным жильем довольна. Муж работает слесарем на предприятии «Большевик» Светлана – поваром. Говорит, новая квартира дает возможность экономить коммунальные расходы в семье, быть рачительным хозяином. А главное, не надо ждать начала отопительного сезона. Квартира тепло, то есть, ну, ничего не скажешь. То есть, у нас батареи регулируются. То есть, в каждой комнате стоят датчики на регулировку. Мы отапливаемся сами. Если на улице холодно, можно добавить. Если на улице жарко, то есть, мы отключаем. У меня на кухне практически батарея всегда отключена, потому что тепло. Где мы жили раньше, было индивидуальное, получается, газовое отопление. Здесь получается электрическое. То есть, ну, сравнение, то есть, ну, надо к всему привыкнуть. То есть, быстро нагревается. То есть, это не раньше, когда они нагревались долго. Они нагреваются очень быстро. Данный дом оснащен счетчиками и стусками. Они установлены на отопление. В каждой квартире 60 штук. Если взять трехкомнатную квартиру, да, три комнаты плюс кухня четвертая. В кухне у нас варка парка идет. Мы вообще можем закрыть эту батарею в кухне. Немножко дать больше тепла в зале и в двух спальнях. И в конце месяца увидеть приятную цену за отопление рубля 4-5. Я думаю, это выгодно для всех. По соседству с электродомом возвышается еще одна внешне похожая многоэтажка. Однако, начинка у нее, как говорится, другая. В каждой квартире установлен автономный источник теплоснабжения. Бытовой котел, работающий на природном газе. Который обеспечивает потребителей теплом для нужд отопления и горячего водоснабжения. Ну, преимущество в том, что его в любой момент можно добавить температуру, убавить. Он работает в самом экономном режиме. Он, получается, свою температуру набрал. Вот примерно сейчас 42 градуса. Все, он отключается. Ну, вода постоянно горячая. Очень удобно. Ты не ждешь, когда там вам отопление дадут. Ты, можно сказать, сам себе хозяин. В этом все плюсы. Рационально использовать, конечно, газовое отопление, либо электроотопление. Ну, возможно. Если люди будут, уходя из дому, отключать свои приборы, электроприборы, либо газовые приборы, естественно, будет оплата коммунальных услуг намного дешевле. Не обогревать улицу, когда в квартирах никого нет, естественно, выгоднее, если ушли, перекрыли, пришли, включили. А сама система, она нагревается очень быстро. Мы достаточно давно практикуем в Гомельском районе строительство жилых домов с индивидуальной системой отопления. То есть, если это был газ, то в каждой квартире двухконтурная газовая, котлы, которые позволяют также круглогодично пользоваться и горячей водой, и, скажем так, в отопительный период самостоятельно регулировать температуру тепла в квартире. Кому-то надо теплее, кому-то прохладнее. Скажем так, каждый выбирает для себя ресурсы, какие им необходимы экономии, что позволяет, скажем так, рационально использовать тепловую энергию. Беларусь не имеет в достаточном количестве собственных топливно-энергетических ресурсов. Однако опыт других стран показывает, что экономика может динамично развиваться за счет эффективного использования импортируемых ресурсов, внедрения энергосберегающих мероприятий, освоения передовых технологий. Рачительный подход хозяйствования сегодня касается всех и каждого и становится не просто важным, но и обязательным требованием национальной энергетической безопасности страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова